ну что друзья всем привет снова мы на стройке наконец-то у нас вроде бы лето сегодня светит солнце прям жарко мы доложили наши стены сделали наши все простенки вся основная кладка у нас уже закончилась и и и каменщики ушли да и теперь наконец начинаем делать крышу сегодня мы начнем с того что выставим коньковую балку потом положим орла ты натянем нитки и у нас появятся контуры нашей крыши давайте приступаем ну что ты ходишь не знаешь чего начать почему не знаешь буду крышу делать это что будешь делать это ты не знаешь чего начать дорогой ну я привык камни ложить количество досок у нас постепенно уменьшается хотя мы вроде еще ничего не собрали а досок уже стало намного меньше сейчас мы выберем пару досочек поровнее на наш конек потом будем их красить смотри у нас мне кажется вот это его town по которой поднял ровно и вот это вот как ты говоришь неровно это пропеллером ну тут вроде две прям хорошие было но мы с тобой так и выбирали что вот эти линии куда пошел диди ты куда идешь но видно что он точно не пьяный смотри как четко по линии из вестибулярного аппарата нормально то что его матери ну вот такая вроде бы ничего ну так чуть-чуть прогиб какой-то имею давай поехали там вот по моему в конце чуть-чуть как бы как сабля но мы как раз эту саблю отрежем что-то они такое ощущение как будто легче становятся эти палки это вообще какая-то легкая по центру двери ставь эти доски по сравнению с теми что панк они вообще очень легкие я могу даже одна их закинуть я иду каникулы почти закончились на школу хочешь интереснее чем с акселем сеть сейчас смотри сейчас мама будет красить эти доски надо будет их поднять наверх у нас каникулы везде везде каникулы скоро заканчиваются детей на самом деле праздник наступает потому что они все лето просидели дома или на стройке с акселем им очень хочется в школу это кстати хорошо она я буду красить будем красить потому что мы не сильно быстро работаем и у нас дождь успевает доску нашу подпортить да и не знаю хоть на краски стук или нет но она красивая это богатая каждая капелька дорога не хватит идет вы не докрашенная доска будет положим потом покрасим я потом не залезу туда ты же знаешь я боюсь высоты доска уже была чем-то покрыта поэтому она не сильно съедает краску хорошо меньше уходит будем двигать наши доски страшно когда ты делаешь такого я конечно понимаю что я никуда не упадут все равно страшно мы кстати заказывали специальную доску которую постелить сверху чтоб по ней ходить и нам ее так и не привезли сказали что на складе нет привезем позже так и не привезли это вопрос к системе логистики да ну какая то она здесь вообще никакая а если человек скажем она нужна ему для стройки да вот сейчас на три месяца откладывать стройку потому что они забыли привести нам доску это хорошо что как бы это не сильно важно ну нет надо все очень хорошо планировать и заказать заказывать задолго до того как тебе нужно даже интересно они наверно как бы профессиональные строители здесь делают по другому они знают уже то что им надо и наверное привозят сразу весь заказ на весь дом и говорят вот в это время нам нужно это вот это это ну и наверное у них все время поставки вовремя так как мы с тобой не профессиональные строители суримки проблема с доставкой может поэтому и отношение к нам тоже такое непрофессиональное, знаешь я когда на них в магазине смотрю мне кажется у них ко всем такое отношение страшно доски подвинули теперь надо подумать как кто залезть леса сейчас поставить вот здесь залезть туда там еще одни леса сделать чтобы умеем встать и посмотреть что нам там надо делать какие чудесные штанишки мы заказали на алиэкспрессе да да прошлый раз мы на них детей катали надо перетянуть да что детей ты сам катался скромничаешь я бы даже сказала эротично как-то работал эти верховые пипезок интересно залезай я тебе все подам дети вот так вот чтобы в парке полазить кучу денег надо заплатить а тут вот пожалуйста бесплатный аттракцион и так это просто кровельщиком быть каменщиком кажется проще на первый взгляд во франции за это лето говорят что погибло процентов 40 урожая винограда что это одно из самых один из самых плохих годов со времен второй мировой войны фермеры виноградники виноделы они понесли огромные убытки в этом году потому что лето жутко дождливая и многие плантации они просто все плесневеют и мало что можно сделать с плесенью да что там виноделы простые люди да по насадили помидор и все помидоры сгнили я почти закрасила я не смогу же наверху стоять ну мне просто-напросто не на чем ну вон там есть еще одна доска у нас ее туда положим ты на нее станешь и все дела акробатика вы так что 2 балку на кирпичи ложим 5 метров отмеряем и щелкаю давай попробуем вот сюда и сейчас поставить поставить вот так вот туда в то окно так сказать и 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 артём артём как дела что ты делаешь прикручиваем наш конек про на самом деле снимать то что происходит вот там вот на высоте очень сложно потому что я боюсь высоты и лазить в принципе негде мне поэтому приходится вот так вот с руки издалека так ну что одну балку мы уже положили сейчас сложим вторую и ладушки как оказалось это не сильно сложно дольше всего мы выстраиваем леса и по ним туда-сюда лазим а так в принципе нормально получается у нас но высоко высоко что ты там да что ты запутался после обеда не так все идет что-то после обеда вообще не прямо как я это делал потому что ну что ты творишь это капать просто ну какие у тебя предположения как мне туда подняться ну так мне кажется как ты в прошлый раз поднималась а если я вот это вот сюда положу с них залезу не у тебя получится я сама не трогай ушел бы ты отсюда ну какие уйдут нужно тебе рулету сначала дать держишь ровно пять пятьдесят ну какой план у нас какой план сейчас ее берем несём туда и ложим я сейчас этот конец туда занесу ты вот этот конец бери и туда с ним иди сейчас у нас есть удобные штуки за которые можно браться прям у нас тут все рассчитано давай давай туда уходи влево вот так ну что проверим проверим уровень я уверена что ровно прям четко вот как начали мы делать на первом этаже все по уровню до конька добрались и прям четко казалось бы вот в магнитной шуруповерте такая мелочь а как удобно сверла биты цеплять так да натянули нитку и поняли что не сильно ровно посерединочке надо посерединочке делать ровно где там уже такие чувства приходят может быть завтра и не сделать нет надо гнать гнать такие мысли прочь лень ты знаешь лень это самое самый большой враг человека я считаю вся борьба человека в жизни мне кажется она происходит с ленью а потом уже со всем остальным так что нефиг а ты умная у меня не выдает называется мудрая не двигается она итогом первого рабочего дня стал идеально выставленный конек крыши со стороны может показаться что это не сложно но это только со стороны поверьте мне на очереди мауэрлат посмотрим что из этого получится так ну что конек установили что делаем теперь да теперь продолжаем и делаем мауэрлат это вот так это не мурлат это мауэрлат оказывается потом натягиваем ниточки и выставляем прогоны в общем крыша крыша движется друзья очертания уже видны процесс обещает быть легким это у нас все та же доска которая называется бастанг 63 на 175 размечаем где у нас будут дырки под шпильки потом мы доску покрасим пропиткой и и что и положим гидроизоляцию и прикрутим по идее все максимально просто намного легче чем выставлять конек вот насколько во франции приятнее старшее поколение идут мимо все время здороваются все время шапо все время грядки мы молодцы так маша красит маша красит трудом можно назвать краской какая-то у нас прозрачная пропитка но обещают что плесени не будет и насекомые жрать тоже не будут посмотрим вроде как специально для крыши да так как доски у нас остались не совсем ровные приходится хорошо постараться чтобы они сели как надо что у нас здесь то вы есть здесь то вы есть шайбы сайба гровер гайка и гайка и гровер да сам самое интересное это закручивать давай давай закручивай молодец ты наш помощник давай давай тяжело так продолжаем продолжаем работы по мурлату размечаем красим уже один положили мы сегодня погодка прям класс по такой погоде вот самый класс крыши делать тепленько так давай еще один это легче чем засовывать наверх эти паны подожди сейчас я 1 1 1 тема х что там ну сейчас мы и начнем накручивать паша конечно просил что потом делал ну там у нас есть последние четыре пусть они делают что у тебя за я не понимаю за проблемы что у тебя иди без перчаток можно крутить паш павлик все работники пришли акселя ты что будешь делать а куда я шайбы гайки и так далее а вон они лежат ну что там доченька получается вот так какой-то у меня силач оказывается у меня гламурная строительница в юбке с распущенными волосами с бантом не как-нибудь вообще да погода это классная все друзья закончили мы с мурлатами положили мы конек в общем осталось нам из такой сложно именно физической работы это вот положить вот эти вот толстые длинные прогоны но дальше уже будет проще но сумме если все взять все самым сложным было это когда мы делали перекрытие и ложили бетонные балки это все-таки работа с деревом несмотря на то что они длинные тяжелые но все равно это не так тяжело в общем смотрим дальше скоро будут стропила да будет интересно всем пока